Сегодня мы рассмотрим пружинный маятник. Вместо грузика повесим на него тыкву. Берем пружинку, подвешиваем на нее тыкву и создаем ключевые кадры. Первый 0 секунд, второй, 2 секунды. Теперь растягиваем пружинку, перемещаем тыкву и объединяем их. Теперь щелкаем правой кнопкой мыши на втором ключевом кадре и изменяем конечное действие. Дальше добавляем реверс, чтобы пружинка двигалась и вверх и вниз. Движение выглядит немного неестественно. Изменим изинг движения тыквы на синусоидальный и растяжение пружинки тоже на синусоидальный. Выделив оба элемента тыкву и пружинку, добавим в конечное действие реверс и посмотрим, как будут выглядеть колебания. Видно, что колебания стали намного гармоничнее. Так круто!